Грозят бойкотировать Конгресс. За мировой реакцией следила Анна Варапай. Мошенничество, откаты, рэкет, вымогательство руководства ФИФА обвиняют по всем возможным коррупционным статьям. Причем обвиняют не власти Швейцарии, в которой прописана Международная Федерация, а Американская ФБР. Мне кажется, что эти люди как-то вот выдают себя, потому что очень странно, почему в Швейцарии всегда такой гордый, всегда такой независимый, всегда такой свободный. Американские спецслужбы проводят аресты. Оказывается, ФБР много лет ведет расследование. Вот только действовать в бюро почему-то решили именно сейчас, как раз за два дня до выборов нового президента спортивной организации. Мы просто поражены тем, как долго это продолжалось и насколько затронула каждую часть ФИФА. Это просто их способ ведения бизнеса. Похоже, что коррупция в порядке вещей. Такой комментарий анонимного полицейского появился в Нью-Йорк Таймс. В далеких штатах, где и футбол-то называют другим словом сокер, разоблачение в чуждом американцам вида спорта становится первополосным материалом крупнейшего издания. Во всех деталях, включая фамилии, в опубликованном, что для заокеанской прессы, нетипично в списке подозреваемых два вице-президента ФИФА. По делу проходят в общей сложности 14 человек. Им, в частности, вменяется в вину заключение незаконных сделок со СМИ, оказание влияния на суде и прочие преступления. Казалось бы, какое дело США до граждан другой страны. Но нет, команда ФАС пришла именно из Вашингтона. Ситуацию уже прокомментировал российский МИД. Налицо очередной случай незаконного экстерриториального применения американского законодательства. Вновь настоятельно призываем Вашингтон прекратить попытки вершить суд далеко за пределами своих границ по своим правовым нормам. Исследовать общепринятым международно-правовым процедурам. Подозреваемых чиновников вытащили прямо из постели. И простынёй закрывали лица от фотографов. Арест провели в номерах цюркского отеля, куда делегаты заселились накануне выборов главы ФИФА. Сейчас мы работаем с федеральными адвокатами и сотрудничаем со следствием, предоставляя всю необходимую информацию. Это для наших собственных интересов. Ответы на все вопросы должны быть доступны всем. Главный вопрос, почему скандал разразился именно сейчас. Ведь в документах Министерства юстиции США речь идёт сразу о двух поколениях футбольного начальства. Видимо, дело не только в коррупции. Сегодня это косвенно подтвердили два сенатора, Джон Маккейн и Роберт Меннездес. Они попросили ФИФА не поддерживать на выборах кандидатуру нынешнего президента, Йозефа Блаттера. Он провинился перед Вашингтоном лишь тем, что отказался лишать Россию право принимать чемпионат мира в 2018 году. Оба сенатора по привычке состались на российскую агрессию на Украине. И посетовали Блаттер идёт наперекор политике санкций. Соединённые Штаты Америки, они всегда очень злопамятные и системные страны. Она не исключает, что будет через вот этот скандал торпедировать наш чемпионат мира. Или во всяком случае сделать всё возможное для того, чтобы либо его сорвать, либо каким-то образом оказать давление на Россию, либо каким-то образом отнять этот чемпионат мира у нас. Ну и вообще испортить вот этот праздник футбола. И вот, пожалуйста, «Гардиан» вышла с заголовком. Якобы министра спорта Виталия Мутко вызвали Швейцарию на допрос. Сам он эту информацию опроверг, хотя при необходимости готов дать показания. Вопросов к заочной кампании Российской Федерации 2018 года не было никаких. И правомерность её принятия чемпионата мира в 2018 году Российской Федерации на сегодняшний день из официальных лиц никто не оспаривает. Возмущаться уже начали в британском парламенте. Лондон больше всех обижался на выбор в пользу России. Англия была прямым конкурентом нашей страны. Права России и Каттера на проведение чемпионата должны быть оспорены. Если эти страны выиграли во время коррумпированного процесса, то как они могут проводить это мероприятие? Мы должны вновь провести честное голосование. Лишить Россию мундиали вряд ли получится. Это подтвердили и в ФИФА. Видимо, мешать спорт с политикой там не собираются. А вот выборы президента, возможно, перенесут. Анна Варапа, Ирина Уимина, Тимофей Промин, Илья Мастёгин, Владислав Матусов. Пятый канал. Теперь к событиям в Донбассе. Место трагедии в Горловке, где артиллерийскому обстрелу подвергся мирный квартал, сегодня посетили международные наблюдатели. Что перед их глазами? Разрушенные дома, кровь, покалеченные люди. Очевидцы, потерявшие родственников, едва могут говорить. Уже известно, огонь велись крупнокалиберных орудий, которых по соглашению сторон несколько месяцев и близко быть не должно. Число погибших уточняется до сих пор. За что убивают? Этот вопрос в Донбассе Субкорп 5-го слышат каждый день. Репортаж Анатолия Майорова. Эта женщина на фотографии сейчас в реанимации. Сегодня она уже вдова. Супруг погиб от первого разрыва. Их дочери, 11-летней Кати, не стало после второго попадания. Ещё двое детей, мальчики, одному 2,5 года, другому всего 2 недели, в крайне тяжёлом состоянии вместе с мамой доставлены в больницу. Этой семьи не стало всего за 5 минут обстрела. В их дом попали три снаряда украинской артиллерии. Посмотрите, тут нету хорон, тут нету там каких-то там донбасских, сами понимаете, раскруток там это самое. Обыкновенная хата, люди трудились. Взяли корову, взяли корову, поросят взяли там это самое, цыплят там держали. Ну, планировали жить, ну что ещё может планировать. Мина 120-го калибра летит максимум 5 километров. По этому дому били из-под Дзержинска. Отсюда до украинских позиций около 7 километров. Расстояние самое яркое доказательство применения тяжёлой артиллерии по этому жилому сектору. Сюда, скорее всего, падали снаряды САУ, гаубиц и даже танков. Такие вот балабахи, вот такие. Оно всё шло с шумов. Район шумы, это направление. Руэшвы, Дзержинск. Новгородская, Финольная, это то направление. Вот оттуда нас обстреливают. Обстрел начался внезапно. Почему украинские корректировщики выбрали именно эту окраину, неизвестно. Пять улиц, дома мирных жителей, никакого присутствия ополченцев. Здесь нет ни укрепрайонов, ни даже блокпостов. Я здесь родилась, я здесь выросла, я здесь вырастила своих детей, которого вчера потеряла одного из них. Мне очень тяжело. Вы меня должны понять. С ним ушла девочка, 11 лет. В чём она виновата? Какая она террористка? Объясните мне. Нашему правительству за всё спасибо. За то, что лишили меня. Сына, внуков, у меня покалечены крошечки. Если бы вы видели, два с половиной годика, так к нему дотронуться нельзя. В больнице. Девочка в больнице, и невестка без руки осталась. Были раньше удары по этому зданию? Да, тут постоянно. Нет, конкретно по этому дому? По этому дому нет. Нет, первый раз. Но регион? Да. О, да. Да, да. Какой последний раз? Последний раз, когда бомбили? Каждый день. Every day. Опрос пострадавших, сбор осколков, замер воронок. Рутинная для экспертов ОБСЕ работа началась через 12 часов после артобстрела. В руках европейских наблюдателей вещественные доказательства. Не только применение запрещенных минскими договоренностями калибров, но и преднамеренного уничтожения гражданского населения. Невозможно промахнуться так, чтобы нечаянно накрыть обстрелами исключительно жилой сектор. И уже не в первый раз. Калибр они называют 122 миллиметра. Те осколки, которые они понаходили, они сейчас будут их обследовать. После этого они напишут официальный рапорт. Окончательное число жертв этой атаки украинской артиллерии в Горловке уточняется. Ведь третью погибшую нашли совершенно случайно. Женщина пыталась укрыться в гаражах и, видимо, просто не добежала до стены. Анатолий Майоров, Денис Костюк и Надежда Рыбкина. Пятый канал из Донбасса. Семье, которой удалось убежать от бомбежек очень далеко, в Финляндию снова грозит смертельная опасность. Маму и ребенка депортируют обратно. При этом обвинив, что это они развязали войну. Учитывая, что женщина-супруга ополченца, легко представить, как ее встретят в Киеве. Игорь Максименко о странном европейском гуманизме. Семилетний Давид Эматов в своей школе настоящая звезда. Которая уже день его снимают тележурналисты из разных стран. Такое ребенку, конечно, приятно. И он совсем не обращает внимания на то, как грустны мама и дедушка. Давай! Мальчик не подозревает, что уже завтра он, возможно, с друзьями не встретится. Их с мамой в любое время могут депортировать из Финляндии. Давид и Татьяна Эматовы – уроженцы Донбасса, сбежавшие от войны в тихую европейскую страну. Мы с мамой... Мы уехали, потому что были взрывы. Спокойная жизнь в Хельсинки продолжала всего 10 месяцев. Давид начал учиться в подготовительной школе. Татьяна пошла на языковые курсы. Семья изо всех сил старалась влиться в финское общество. Все это время финские власти рассматривали их прошение о гуманитарном убежище. На днях вынесли вердикт – отказать. В административном суде Хельсинки не нашли оснований для того, чтобы Эматовы могли остаться в Финляндии. Они считают, что недостаточно мне опасно будет там находиться с ребенком. То есть... Ну а что должно произойти, чтобы они поверили в вас? Ну, наверное, нас должны, наверное, немножко убить, чтобы... Ну, а как по-другому? Татьяна с сыном в Финляндии находится легально, в отличие от множества мигрантов, прибывающих в Европу любыми, в основном, незаконными способами. Приглашение сделали родители женщины, граждане Суоми. Они давно здесь живут. Теперь семью, которая не нарушила ни одного финского закона, могут разъединить. Нас как бы обвиняют с сыном, что есть часть нашей вины в том, что происходит в Донбассе. Это не выдумки отчаявшегося человека. Это строки из постановления суда. Черным по белому. В вооруженном конфликте виноваты жители Восточной Украины, которые начали насильственные действия. Получается, что Татьяна и Давид Эматовы официально признаны преступниками. Там такой тонн в этом решении, такой общий тонн, что она сама виновата. Они вообще виноваты в ситуации, потому что они протестовали и выступали против Киева, киевских властей. Поэтому это решение, конечно, полностью является искаженным. То есть это искажение, искаженные факты. Там страшно читать такие документы. Татьяна, конечно, опротестовала решение административного суда Хельсинки. Кассацию рассматривает Верховный суд Финляндии. Решение вынесут в течение 30 дней. По законам Суоми полиция в любой момент, не дожидаясь решения в высшей судебной инстанции, может принудительно вывести Татьяну и Давида Эматовых в аэропорт и депортировать на Украину. Официальные лица тщательно уклоняются от любых комментариев по поводу сложившейся ситуации. Лишь пару часов назад на сайте миграционной службы появился пресс-релиз с весьма странными формулировками. Финляндия может предоставить гуманитарную защиту беженцам, исходя из ситуации на востоке Украины, но лишь при условии, что заявитель не имеет возможности найти убежище в безопасных регионах своей страны. Ситуация в Донецке и Луганске остается напряженной из-за вооруженного конфликта, но для гражданского населения в других частях Украины риска для жизни нет. Написано в таком тоне, что как будто Украина – это Швейцария, как будто она ей депортирует из Швейцарии. Но это, кстати, не смешно, потому что действительно это смертельная угроза, то есть там ей для нее она не может вернуться. Разгадка безжалостного поведения финских властей скорее всего в том, что муж и матовый состоит в рядах донецкого ополчения, а ДНР и ЛНР Финляндия не признает. Местных бюрократов и политиков вовсе не беспокоят, что Татьяна на Украине могут арестовать, как жену преступника. Именно таковыми киевские власти считают всех жителей Восточной Украины. Судьба ребенка и вовсе не завидна. Родных и друзей, которые могут помочь в Киеве, у и матовых нет. При условии депортации я возвращаюсь в тот город, из которого я прибыла. Это город Киев. Но в Киев однозначно нельзя возвращаться с ребенком, потому что я так думаю, что будут преследовать и радикальные украинские радикалы, и службу СБУ. Семья Иматовых все же надеется на гуманизм финских властей. Они рассчитывают на то, что местные начальники вспомнят, что Татьяна и вся ее родня имеют прямые финские корни. Они потомки репрессированных в сталинские годы жителей Восточной Карелии. Неужели историческая родина так легко и безжалостно отвергнет своих детей? Игорь Максименко, Александр Земцов, Дмитрий Батманов и Любовь Киченко. Пятый канал.